Привет всем любителям Speedway! В очередной раз мы с вами в Польше. Теперь это уже чемпионат Польши среди пар. Проводятся и у них гонки в таком формате и буквально через несколько секунд будем за всем этим наблюдать. Естественно это 2008 год и соревнования проходят в городе Торунь. Как всегда 7-7 пар. И выступают команды Уния Лешно, Кронопол Зеленогура, РКМ Рыбник, Ченстахова, Миллион Тим Познань, Грудзянс и Унибаг Сторунь. Ну то есть вы поняли, что были отборочные какие-то соревнования. Здесь команды и из первой лиги, и из экстра лиги. И в первом заезде у нас по первой дорожке синий нашлемник. Это Кшиштов Каспожак номер 2. Третья дорожка красный нашлемник Демян Болинский номер 1. Вторая дорожка белый нашлемник. Это Кжегаш Валашек и в желтом нашлемнике Кжегаш Зенгота. Номер 4. Встречаются пары Уния Лешно, Кронопол, Зеленогура. В общем-то обе команды претендуют на лидерство. И смотрите, вырвались вперед спортсмены Зеленогуры. Валашек и Зенгота. Причем Зенгота лидирует. А только на третьей позиции Кшиштов Каспожак и Демян Болинский четвертый. Ну, достаточно неожиданный, между прочим, результат. И если вот так вот заезд завершится, то это будет 5-1 в пользу Уния Лешно. Ну, конечно, не Уния Лешно, а в пользу Зеленогуры. Волнуется и комментатор ваш. Ну, и в общем-то обгонов никаких, походу, этого поединка не было. А вот почему я сказал Уния Лешно. Вот мне почему-то казалось, что не могут они проиграть с таким счетом. Но факт остается фактом. Три очка Кжегаш Зенгота, два Кжегаш Валашек. Кшиштов Каспожак, одну очко и ноль Демян Болинский. Вот первая победа пары из Зеленогуры. Ну, а у нас уже второй заезд. Вы видите, что спортсмены здесь имеют право меняться дорожками. И вот по первой дорожке в синем на шлемнике это Мацей Кучапа, номер 6. По третьей дорожке в красном на шлемнике Михаил Митко, номер 5 это РКМ Рыбник. И встречаются они с парой Ченстаховы. По второй дорожке белый на шлемник Себастьян Уламок. И по четвертой в желтом на шлемнике Михаил Щепанек. У Уламока номер 7, у Щепаника номер 8. Еще раз скажу, это встреча пар РКМ Рыбник и Ченстахова. Причем Рыбник выступает командой в первой польской лиге. Старт заезда и смотрите, вырвался у нас вперед Себастьян. Уламок, а вот борьба между Кучапой и Михаилом Щепанеком. Вот Щепанек по внешней траектории сумел уже обойти не только своего соперника из противоположной команды, но вообще вышел вперед. Уламок в роли прикрывающего. И в этой встрече тоже 5-1. Пока по ходу заезда и ведут представители клуба из Ченстаховы. И посмотрите, как отстал гонщик из Рыбника. Это Михаил Митко. Практически уже ясно, что он приедет четвертым. Пытается Мацей Кучапа как-то приблизиться к ушедшим вперед лидерам, но пока неудачно. А вот заезд уже и закончился. Итак, Михаил Щепанек 3 очка, Себастьян Уламок привозит 2 и 1 очко Мацей Кучапа. Михаил Митко 0. В этой встрече между парами Ченстахова и Рыбник в пользу Ченстаховой закончилась вот этот микродуэль со счетом 5-1. В общем, вы, наверное, знаете вот этот формат. 21 заезд, 7 пар, и каждый встречается с каждой. Ну, возможно, естественно, перезаезды при равенстве очков. Но там уже не парная будет езда, не так как в Англии, а просто по одному спортсмену от каждой команды выйдут. Итак, сейчас у нас миллион Тим Познань против команды Грудзян, субикоманды из первой лиги. И вот по первой дорожке красный нашлемник. Вы видите, это чемпион Польши в личном зачете неожиданно. Это Адам Скурницкий, у него девятый номер. По третьей дорожке едет Алан Марцинковский. Номер десятый синий нашлемник. Вторая дорожка белый нашлемник. Это Марьюш Пужаковский. Хорошо нам известный номер одиннадцатый. Четвертая дорожка Павел Сташек. Желтый нашлемник. И вот первый в поворот как раз Адам Скурницкий вошел. И следом за ним устремился Марцинковский. Только третий Марьюш Пужаковский. И Сташек отстает пока. Ой-ой-ой, смотрите, происходит падение. Упал Алан Марцинковский, шедший вторым. Мало того, упал очень опасно. И, да, все-таки остановили заезд. Как его объехали два сзади ехавших спортсмена. Честно говоря, просто повезло где-то Марцинковскому. Вот смотрите, вот это падение. Ну, здесь никто не мешал. Просто неудачно. Не сумел он справиться с мотоциклом. И, естественно, из перезаезда исключен Марцинковский. Ну, и поэтому Тим Познань здесь имеет возможность набрать только три очка. Причем усилиями одного спортсмена Адама Скурницкий. Он легко узнаваемый. Вот с этой бахромой на комбинезоне стартует. Еще раз подчеркну, по первой дорожке в красном нашлемнике. Далее Пужаковский и Павел Сташек. А напомню, в заезде вот непосредственно в первом старте счет-то был 5-1. Ну, что с Курницкий. Да, удается ему хороший старт. Пужаковский вторым едет и Сташек третий. Ну, Марьюш Пужаковский. Вы знаете, он в российской лиге выступает за команду «Восток-Владивосток». И вот именно он пытается с Курницкого обойти. Марьюш Пужаковский заходит по внешней траектории, но пока Скурницкий лидер. Еще пара кругов есть у Пужаковского в запасе. Постоянно он по внешней траектории атакует, но расстояние, кстати, не уменьшается, а скорее увеличивается. Заключительный круг. Вот очередная атака Марьюшу Пужаковский. И под шприц вот он попал. Заключительный поворот. И смотрите, все-таки приблизился он к лидеру, но приезжает все-таки вторым. Адам Скурницкий, личный чемпион Польши, выигрывает этот заезд. Выступая за команду «Миллион Тим» «Познань». И 3-3 в этой вот дуэли. Пар из «Познани» и «Грудзянза». Два очка Пужаковский, одно «Сташек» и падение у Марцинковский. И вот получается так, что каждую серию из трех заездов какой-то один коллектив пропускает, поскольку парта семь. И удобнее подводить итоги вот после второй серии заездов, когда каждая команда проведет по два выезда. Хотя вот таблица такова, что может такого и не случиться, кстати. И у нас уже четвертый заезд. Команда «Уни Лешно» против «Унибакса Торунь». Вот «Унибакс Торунь» — лидер среди команд «Экстралиги». Но вот что в парах. Первый старт — это «Унибакса Торунь». По первой дорожке красный нашлемник. Квислав Ягуш, номер 13. Третья дорожка — синий нашлемник. Роберт Касцеха, номер 14. И за команду «Уни Лешно». По второй дорожке — желтый нашлемник. Шиштов Каспжак, номер 2. И по четвертой дорожке белый нашлемник. Это Дамьян Болинский, номер 1. Напомню, в первом заезде только одно очко. Гонщики «Лешно» набрали. А вот «Унибакс», подчеркну, это первый старт. И выигрывает его этот старт Кшиштов Каспжак. Но вот уже атака по внешней Роберта Касцехи. Касчеха, вот так его польские комментаторы называют. И смотрите, как ситуация резко изменилась. Выиграл старт Каспжак, а он уже третий. Ну, его, конечно, это не устраивает. И вот по внутри протискивается Каспжак вновь на вторую позицию. Знаете, гонка интересная. Только что вторым у нас ехал Веслав Ягуш, а он уже четвертый. Сумел его и Дамьян Болинский обойти. Но обратите внимание, какого цвета трек в торуне. Очень такой светленький. Напоминает мне асфальт или цемент, например. Ну что ж, боевая ничья в четвертом заезде между командой Уни Лешно и Уни Бакс Торунь. Касцеха три очка, два очка Каспжак, Болинский одно и Веслав Ягуш ноль очков. Популярные эти соревнования во всем мире. Ну, вот, правда, в Англии проходят немножко по другой системе. Парные гонки, а так и у нас в России. Вы знаете, тоже такие соревнования есть. В этом году спидвей клуб «Турбина» завоевал звание сильнейшего из Балакова. Но вот у поляков мы узнаем с вами к окончанию 21-го заезда, что случилось. Итак, «Зеленогура» против «Рыбника». «Зеленогура» лидер. Пять очков вместе с Ченстахова. По первой дорожке в красном на шлемнике «Гжегаш Валашик», хорошо нам известный. По третьей дорожке синий на шлеме «Гжегаш Зингота». Отсутствует по каким-то причинам Петр Проташевич в этой гонке за «Зеленогуру». Ну, не могу сказать по какой. И за команду «РКМ» «Рыбник». По второй дорожке желтый на шлемник. Это Мацей Кучапа номер 6 и Михаил Митко. По четвертой дорожке белый на шлемник. У него номер 5. «Рыбник» только одну очко в первом заезде набрал. Ну, смотрим. Конечно, здесь «Зеленогури» надо прилагать максимум усилий. И вот вырвался вперед «Гжегаш Валашик». А «Зингота» третий. Третий. И ведет он борьбу с Мацеем Кучапа. Михаил Митко отстал. И в первом заезде, кстати, была такая же картина. Неужели больше «Рыбнику» некого выставить? Ведь это, я так понимаю, соревнования взрослых пар. Можно выпускать любого взрослого спортсмена. Может быть, в каких-то других соревнованиях спортсмены заняты. Вот, например... Правда, не очень я хорошо знаю правила, но, похоже, легионеров здесь выставить нельзя. А так вы, наверное, в курсе, что за «РКМ «Рыбник». Ну, например... Денис Гизатуллин выступает. И вот почему бы его не выставить. Ну, наверное, нельзя. Завершается тем временем заезд. Первым приехал «Гжегаш Валашик». Но «Зингота» только третий. 4-2. Зеленогура выигрывает у «Рыбника». Два очка привез Мацей Кучапа за «Рыбник». Митко. Вот Митко, похоже, не очень здесь освоился на этой дорожке. У него второй ноль. А «Зеленогура» первое очко потеряла. Но пока они все равно лидеры. 9 очков после двух выездов на трек. У нас сразу же шестой заезд. Ченстахова против «Миллион Тим Познань». Ну, вот все быстро происходит. Такая трансляция была по польскому телевидению. Разберемся по ходу заезда. Вперед вырвался Себастьян Уламек. Простите, конечно, не Уламек, а... Адам Скурницкий. Скурницкий во втором заезде лидирует. Далее едет Себастьян Уламек из Ченстаховой. И третий в синем на шлемнике Михаил Щепаняк. И четвертый Алан Маркцинковский. Ну, вот тоже пара такая у Познани. Скурницкий отрабатывает за себя из-за того парня. А Маркцинковский упал в первом заезде. Сейчас вот везет ноль. И пока в этом заезде между Ченстаховой и Познанью ничья 3-3. Вот вы видите как раз Адама Скурницкий. И он выигрывает этот заезд. Причем это второй подряд у него выигранный заезд. Скурницкий 3 очка, 2 Себастьян Уламек, 1 Михаил Щепаняк, 0 Алан Маркцинковский. Боевая ничья 3-3. И Ченстахова также потеряла первые, теперь уже 2 очка. Седьмой заезд. Грудзянц против Унибакса Торунь. По первой дорожке в красном на шлемнике Вислав Ягуш, номер 13. Третья дорожка, синий на шлемник Роберт Кашеха, 14 номер. Это Торунь. И по второй дорожке в белом на шлемнике Мариуш Пужаковский. По четвертой в желтом Павел Сташек. Это команда Грудзянц. И смотрите как вперед вырыбаются гонщики Унибакса Торунь. Причем двое сразу же. И вот смотрите, становятся они в пару. Лидирует Вислав Ягуш. Реабилитируется он за первый заезд. Помните, ноль привез. И вторым едет за ним Роберт Кашеха. И только третий. Только третий Мариуш Пужаковский. Павел Сташек на четвертой позиции. Вот как я уже говорил ранее, не все пары отнюдь из экстра лиги. Все-таки двух спортсменов сильных. Ну и третьего запасного. Можно выставить практически любой команде из экстра лиги или первой польской лиги. Ну и вот отобрались именно эти коллективы в финал. Вы смотрите, на заднем колесе финиширует победитель заезда. Это Вислав Ягуш. Хорошо нам известный спортсмен. Российской лиги выступает за Восток-Владивосток. Максимальный счет в этом матче в пользу Унибакса Торунь. 5-1 против Грудзянза. Два очка Роберт Кашеха. Одну очку Марьюш Пужаковский. И Сташек ноль очков. Ну, похоже, Грудзянц не самый сильный здесь коллектив. И вот после семи проведенных заездов вы видите, что лидирует Ченстахова и Торунь. По 8 очков у этих коллективов. Ну, а мы уже в восьмом заезде. В восьмом заезде встречается Уния-Лешно против РКМ-Рыбник. Ну, вот смотрите. По первой дорожке в синем на шлемнике Кшиштоф Каспжак. По третьей дорожке в красном Демиан-Балинский. Уния-Лешно и команда РКМ-Рыбник. По второй дорожке желтый на шлемник. Это Мацей Кучапа. И четвертая дорожка белый на шлемник. Это Михал Митко. Команда РКМ-Рыбник. Ну, вот на Митко я уже что-то не надеюсь. Но Уния-Лешно надо дорабатывать. Проиграно много в первых стартах. Только 4 очка у команды. И вот они как будто меня услышали. Два спортсмена. И вырвались вперед. Каспжак лидирует. Балинский вторым. И только третий идет Мацей Кучапа. Ну, а Митко, как я и предполагал, четвертый. Причем с большим отставанием. Ну, не приспособился парень. Ну, и обратили внимание, наверное, на такой еще момент. Гонка уже началась при электрическом освещении. То есть такая вот большая ночь в Торуне. Вот пытается, между прочим, пытается Мацей Кучапа выйти на вторую позицию. Атакует он Дамиана Балинский. Но неудачно. Вот гонщики уже разорвались. Такие большие разрывы между ними. Ну, а положению лидера, Шиштофу Каспжаку, в общем, никто вообще не мешал. И 5-1 в этом микроматче. Лешно против РКМ Рыбник. Три очка Каспжак, два Балинский, одно Кучапа и Митко. Ноль очков. Ну, и вы знаете, что они парные гонки называются. Но вообще-то в команде три человека. Есть запасные. Но пока ни один запасной вот на трек не выходил. А мы с вами смотрим девятый заезд. Вновь все очень быстро. Ченстахова против Зеленогуры. Красный-синий нашлемник Ченстахова. Уламок-Щипаняк. И вот лидирует Себастьян Уламок. Красный нашлемник. А второй в белом. Это Гжегаш Валашек. Очень неплохо Валашек проводит гонку. Но вот обошел его Михаил Щепаняк. Но здесь борьба отнюдь не закончена. Валашек опытный и упорный парень. Вот его атака по внешней траектории на втором круге. И смотрите. Уходит он на третий круг уже на второй позиции. А вот Гжегаш Зингота немножко подвел команду Зеленогура. Он едет четвертым. Но это будет потеря для Зеленогуры. Команда вообще была лидером. Девять очков. И вот если сейчас будет потеря, то может и поколебаться вот это вот положение лидера Зеленогуры. Ну а получается именно так. Ченстахова выигрывает со счетом 4-2. Себастьян Уламок 3, Щепаняк 1, 2 очка Гжегаш Валашек и Зингота 0. Ну ждем дальнейших заездов. А десятый заезд. Встреча команд Миллион Тим Познань и Унибаг Сторунь. По первой дорожке красный нашлемник это Адам Скурницкий из Познания. И вот по третьей дорожке вышел на замену Марцинковского Даниэль Пытель. И за команду Унибаг Сторунь. Здесь едут Веслав Ягуш в белом нашлемнике по четвертой дорожке и по второй дорожке в желтом нашлемнике Роберт Кашчеха. Кстати, по составу безусловно одни из лидеров этой гонки должны быть. Смотрите, вырвался вперед Кашчеха. Поддержал его Ягуш и вот уже Ягуш впереди. А Кашчеха в роли прикрывающего. И вот Скурницкий, Адам Скурницкий едет только третьим. Чемпион Польши в личном зачете этого года. Похоже, первый заезд проигрывает за свою команду. Ну а Даниэль Пытель, вышедший на замену, тот совсем неудачно проводит гонку. И практически прямую уже Скурницкому своему товарищу проигрывает. Ну а вот сейчас, если Торунь победит 5-1, к тому все и идет, то у команды будут шансы. Кстати, очень неплохие. У команды будет 13 набранных очков, что и происходит. Три очка Вислав Ягуш, Кашчеха два очка. Вот Вислава Ягуша нам показывает. И одно очко Скурницкий, ноль Даниэль Пытель. Только 7 очков после трех стартов у команды «Миллион Тим Познань». Ну в общем, здесь много сильных спортсменов. Все команды очки теряют. И я думаю, что к концу гонки картина будет очень интересная. Не показывает пока турнирную таблицу. Вот одиннадцатый заезд. Грудзянц в пользу команды «Уни» и «Лешно». Для «Уни» это уже четвертый старт. За Грудзянц Пужаковский и Сташа. Красный и синий на шлемнике за «Лешно». Каспжак Болинский, желтый и белый на шлемник. И вы уже, наверное, поняли, что впереди планеты всей. Вот в этом заезде пара из «Лешно». Каспжак Болинский и только третий в красном на шлемнике Мариуш Пужаковский. Вот Каспжак Болинский это те спортсмены, которые в России пока не выступали. А Пужаковский мы с вами хорошо знаем по выступлениям за «Восток». Сташек также у нас выступал, но, по-моему, в прошлом сезоне за клубы за «Октябрьском». Или пару сезонов назад, тут точно за «Октябрьский» он ездил. Так что будем так полагать, что здесь много знакомых нам лиц. Похоже, в этом заезде уже судьба его решена. Особых атак гонщики Грудзянза не предприняли. Проигрывают они 1-5. Каспжак 3, 2 Болинский, 1 очко. Мариуш Пужаковский, Сташек 0. И у нее «Лешно» безусловно входит в группу лидеров. У команды 14 очков занято. В первых стартах «Лешчиняне» имеют уже 14, 1 пункт в выщигу для ГТЖ. Грудзянский, 3-й на мэте. Мариуш Пушаковский без пункта. Павел Сташек, хоть выдавалося, что он лучше. Грегорж Валасек, Адам Скорницкий, Грегорж Зенгота. Двенадцатый заезд. Здесь у нас поединок между парами «Зеленогуры» и командой «Миллион Тим Познай». За «Зеленогуру» в красном нашлемнике «Гжегаш Валашек». Очень неплохо выступает. По четвертой дорожке, по первой дорожке, простите. И по третьей в синем нашлемнике «Гжегаш Зенгота». Адам Скорницкий, белый нашлемник и желтый Марцинковский. Вы его уже поняли. Красный, синий нашлемник впереди. Это кранопол «Зеленогура». Вот Скорницкий второй свой заезд проигрывает. На четвертой позиции желтый нашлемник Марцинковский. Ну, в общем, не везет ему, конечно. Упал, потом ноль привез. Сейчас вновь идет четвертым. Практически один Адам Скорницкий работает вот в команде «Миллион Тим» из города Познай. Сошел, сошел Алан Марцинковский. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Смотрите, падение. И по-моему, он на четвертом, на четвертом круге уже, на финише практически. Зенгота упал. А ведь везли гонщики «Зеленогуры» максимальную победу. 5-1. Ну, вот бывает вот так вот. Упал буквально на последнем повороте «Зенгота». Обратите внимание, ему больно. Это явно видно. А надо финишировать. Вот это вот одно очко. Теперь ему надо докатить. Три валашек. И Скорницкий неожиданно для себя получает 2 очка в этом заезде. Дорожка такая с насыпкой, достаточно сырая. И вот развернуло «Зенготу». Вот он финиширует. А, кстати, вот по польским правилам, наверное, засчитывается такой финиш. Вот если вы знаете, у нас финишировать надо на мотоцикле. А «Зенгота», он просто его прикатил. Ну, может быть, есть какая-то в правилах небольшая разница. По крайней мере, засчитали ему 1 очко. У нас 13-й заезд. 13-й заезд. Здесь поединок команды «РКМ Рыбник». Красный и синий на шлемнике. И желтый и белый – это «Грудзянс». По первой дорожке синий на шлемник. Это Мацей Кучапа из «Рыбника». Третья дорожка – красный на шлемник Михаил Митко. И «Грудзянс». Вот желтый на шлемник нам показывают. Это Камил Бражовский. Еще один запасной вышел. Теперь уже в команде «Грудзянс». Ну, вместо неудачно выступающего Сташека. И в белом на шлемнике Марьош Пужаковский. Пужаковский по второй дорожке. И обратите внимание, вот вышедший на замену Бражовский вырвался вперед и лидирует. Вторым едет Кучапа из «Рыбника». И пытается выйти на вторую позицию товарищ Бражовского – Марьош Пужаковский. Но он пока третий все-таки. А вот Михаил Митко, у которого и до этого три нуля были. Он и сейчас тоже четвертым едет. По-моему, у него там еще и проблемы какие-то возникли. Да ну нет, тут скорее проблемы с ездой. Так, в общем, пытается Мацей Кучапа. Вот в синем на шлемнике он. Пытается он приблизиться к лидеру, чтобы заезд не был проигран. Была бы ничья. Но, похоже, «Рыбнику» здесь не суждено. Вот пытается на внешней траектории перемещаться Кучапа. Но он будет только вторым в этом заезде. Да, неожиданно запасной. Бражожовский выигрывает заезд. Пужаковский одно очко и два очка. Мацей Кучапа, Михаил Митко – ноль. 4-2 в этом заезде в пользу команды «Грузианс». Вот результаты 13-го заезда. Еще раз отмечим неожиданную победу Камила Бражожовский. Но у нас 14-й заезд. Это поединок команд «Унибагс Торунь» и команды «Зломрекс» Ченстахова. В красном на шлемнике Веслав Ягуш. По третьей дорожке, по первой в синем, Роберт Касчеха. И желтый белый на шлемник – это Щепаняк и Себастьян Уламок. Вот Уламок выиграл старт. Вырвался вперед. Вторым едет Касчеха. Ягуш третий. И атакует Ягуша Михаил Щепаняк в желтом на шлемнике. Вот смотрите, вроде бы Щепаняк пораньше в поворот входит. Но на внешней траектории скорость, видимо, повыше. Отстоял свою третью позицию Веслав Ягуш. Ну, один заезд он проиграл уже. Самый первый. И больше ему как-то не хочется проигрывать. Ничья. Но чтобы больше очков завоевать, вот необходимо атаковать, конечно, Касчехе. Вот этого вот парня, которого зовут Себастьян Уламок. Между прочим, здорово едет. Две двойки, потом победа. Вот сейчас лидирует. Себастьян Уламок уже, можно сказать, один из опытнейших польских мастеров. Вот он все время где-то рядом. Все время рядом с наградами. Но никак ничего такого крупного выиграть не может. Много сезонов провел в команде Лукойл Октябрьский. В свое время чемпион нашей лиги. Неоднократный в составе этого же клуба. Но это было давно. Итак, 3-3 в этом поединке. Уламок 3 очка, 2 Касчеха, Ягуш 1 и 0 Щепаняк. Ну вот, смотрите. Лидеры у Небаг Сторунь 16 очков, Ченстахова 15, Зеленогура 14 и Лешно 14. И вот, судя по раскладу, именно эти четыре команды будут претендовать на три медали. Далее провал. Тут 9 очков Грудзянс. Столько же Познани. 6 очков всего у Рыбника. Ну, здесь Митко 4-0. Ну, как может быть тут другой результат? А четыре команды, вы помните, что и у нас претендовали в соревнованиях пар на три медали. Ну, конечно, аналогия здесь не совсем такая уж прямая. Там у нас участвовали команды, которые, ну, просто не были готовы к такой гонке. Итак, 15-й заезд. Уния Лешно против команды Миллион Тим Познань. За Лешно в красном нашлемнике третья дорожка. Это Дамьян Болинский. И, по-первых, Шиштов Каспжак. Синий нашлемник. А за Познань в желтом нашлемнике по второй дорожке это у нас Алан Марцинковский все-таки. И Адам Скурницкий поедет. Нет, наверное, все-таки Марцинковский по четвертый, а Скурницкий по второй. Но я лично посмотрю за еще одним стартом Адама Скурницкий. Но пока он только второй. А здесь вот борьбу вы смотрите между Болинским и Марцинковский. Все-таки Болинский здесь оказался лучше. Скурницкий второй. А лидирует у нас Шиштов Каспжак. Причем уехал он уже. Ну, те, кто смотрел финал личного чемпионата Польши, помнят, как там навел Шороху Адам Скурницкий. Здесь пока не очень у него получается. Удачные заезды чередуются с неудачными. Вот еще одна атака на Скурницкого. Демиан Болинский и прижал Скурницкий его к забору. И здесь перекрещивает траекторию. Но вот что на финише? А Скурницкий побыстрее. 4-2 победа у Нелешно. Хотелось им, конечно, пять очков, но Скурницкий не помешал. Каспжак 3, одно Болинский, два очка Скурницкий, Марцинковский вновь ноль. Еще одно такое вот мое наблюдение. Нету среди финалистов команды Стальгожев. Соответственно, Томаша Голуба мы не видим. Вот такова сила польских спортсменов. В одной гонке могут обыграть и в финале этот сильный клуб. представительства не имеет. Мы с вами будем смотреть 16-й заезд. Здесь по первой дорожке в красном на шлемнике Марьюш Пужаковский и по третьей в синем на шлемнике Камил Бржожовский. Это команда Грудзянц. Их соперники это Зеленогура клуб за который наверное в Балакову болеют по некоторым причинам. По второй дорожке желтый на шлемник это Джегаш Зингота и четвертая дорожка белый на шлемник Джегаш Валашек. Вот как раз Джегаш Валашек на наших экранах. Очень прилично он катается пока. Две победы два вторых места. Ну и конечно Зеленогурия для того чтобы оставаться в лидерах очков терять совершенно не надо. Тем более в поединке с Грудзянцем команды которой всего 9 очков. Вот как раз одна из аутсайдеров вместе с Рыбником и командой миллион тем поздно. Старт заезда смотрите два гонщика из Зеленогуры впереди Валашек следующий за ним Зингота третий Пужаковский вот у Пужаковского казалось бы шансы были выйти на вторую позицию и сейчас он их не утратил но очень неплохо действует Зингота в этом заезде шприцом прикрывается и закрывает калиточку нет для прохода шансов у Марьюша Пужаковский Бжажовский выигравший вот предыдущий старт за свою пару сейчас безнадежно четвертый но вот эту борьбу между Пужаковским и Зинготой на протяжении всех четырех кругов мы наблюдаем и выигрыш выигрыш Валашека ну и в целом 5-1 в этом заезде Зеленогура против Грудзянца справились с задачей гонщики Зеленогуры и у них становится 20 очков в сумме но вы помните там разница у четырех команд была одно-два очка между первым и четвертым местом поэтому вот не терять очки очень важно каждому из лидеров сейчас будем смотреть с вами следующий заезд 17-й здесь РКМ Рыбник против Унибакса Торунь вот в белом нашлемнике это Веслав Ягуш на наших экранах он по четвертой дорожке и по второй Роберт Касчеха вот это как раз гонщики Торуня они против Михаила Митко и Мацея Кучапы стартуют ну и вот у меня впечатление что очень легко пара из Унибакса Торунь выходит вперед Веслав Ягуш выпущен на первую позицию Касчеха прикрывает Кучапа очень сильно отстал ну а Митко на третьем месте по-моему без шансов ну что ж заезд получился для Унибакса проходным наверняка они 5 очков наберут и вот что тогда давайте разберемся а кстати тогда у а тогда Унибакс выйдет в лидер и у команды будет 21 очко вот победа победа Унибакса Торунь с максимальным счетом над Рыбником 5-1 и хозяева трека напомню встреча проходит это в Торуне 7 лучших пар выходит вперед хозяева 21 очко у нас у нас 18-й заезд встреча команд Ченстахова и клуба Уния Лешно первая третья дорожка красный синий нашлемник Себастьян Уламек Михаил Щепаняк и вторая четвертая дорожка желтый и белый нашлемники соответственно Шиштов Каспжак Дамьян Болинский вот это принципиальная очень встреча причем для команды Лешно это последний старт шестой и смотрите Болинский Каспжак вырвались вперед они прекрасно понимают что очков им терять нельзя ни в коем случае поскольку у всех остальных команд остается еще по одному старту они будут стартовать в заездах 19-м 20-м 21-м а вот Лешно стартует уже шестой раз последний и вот на этот результат а пока получается у них 23 очка в сумме если вот будет победа но очень далеко Себастьян Уламек от вот двойки из Лешно и уж совсем далеко Михаил Щепаня так что похоже 5-1 и получится ну что ж набирает Уня Лешно 23 очка вот на это будем и от этого результата будем отталкиваться напомню остается 3 заезда ну и дальше как знать ну что ж решающий решающий сейчас если унибакс привезет ну хотя бы 3 очка это почти победа но пока Зеленогура выигрывает впереди Валашик и третий Зингота и второй второй у нас Касчеха ну вот смотрите атака Ягуша и Зингота отодвинут на четвертую позицию и вот смотрите какая ситуация ничья в заезде двух лидеров соревнований если это произойдет тогда 23 очка станет у Зеленогуры а у Небаг Сторунь 24 вот в такой острой борьбе все решается ну что ж Зингота не смог не смог здесь конкурировать вот он сходит не сходит но едет как-то уж очень медленно и и даже победа Гжегоша Валашика не дает общей победы Зеленогуре а у Небаг Сторунь у Небаг Сторунь победителями чемпионата Польши среди пар с результатом 24 очка ну и вы помните что у Нелешну имеет 23 очка столько же набрала Зеленогура если ничего не случится то видимо между этими командами будет проведен дополнительный заезд но пока мы посмотрим 20 заезд здесь Познань против РКМ Рыбник ну что это аутсайдеры но зато вот примерно равные команды так первая дорожка Адам Скурницкий красный нашлемник третья дорожка Даниэль Пытель вновь вышел на замену синий нашлемник вторая дорожка желтый нашлемник это Мацей Кучапа и четвертая дорожка Михал Митко белый нашлемник это команда РКМ Рыбник еще раз повторюсь в соревнованиях пар в Польше меняться дорожками можно в экстра лиге первые лиги ну в лиговых гонках то есть в полном составе когда команды там нет там нельзя мне кажется предпочтительные шансы здесь у Познани смотрите по первой дорожке неплохо Скурницкий взял старт и лидирует пытался вроде бы здесь Кучапа что-то сделать но он второй и третьим у нас идет Даниэль Пытель а четвертого спортсмена что-то и не видать отстал очень сильно Ну и Скурницкий также лидирует уже расстояние очень большое до второго места но это победа каких-то призов в команде из Познани не дает если вот закончится так этот заезд со счетом 4-2 то будет только 15 очков у Познани это место ну наверное пятое-шеестое но Скурницкий подтвердил что да достаточно неплохо он ездит 14 очков набрал из 15 и только вот одно единственное привез как раз Даниэль Пытель два очка в этом заезде Мацей Кучапа 4-2 Познань против команды РКМ Рыбник но у нас остается заключительный заезд между командами Ченстахова и командой Грудзянс Грудзянс аутсайдер один из аутсайдеров вместе с командой РКМ Рыбник команда всего 10 очков пока у Рыбника 9 ну а Ченстахова если сейчас даже выиграют со счетом 5-1 допустим наберут они 21 очко и это только четвертое место красный нашлемник Пужаковский синий Бржажовский это Грудзянс желтый нашлемник Щепаняк и в белом Себастьян Уламек вот они и лидируют вдвоем впереди команда Зломрекс из Ченстаховы Третий Пужаковский Бржажовский уже сошел максимально выигрывают 5-1 ну а пока вы смотрите этот заезд я скажу о том что чемпионом среди пар Польши стала команда Унибаг Сторунь 24 очка ну а 22 заезда дополнительного в котором встретились по одному представителю из Уни Лешного и команды Зеленогура к сожалению поляки не показали вышли друг против друга Кшиштов Каспжак из Лешно и Гжегаш Валашек из Зеленогуры и великолепно выступавший Валашек все-таки этот заезд проиграл таким образом серебряные медали в чемпионате Пар Польши Уни Лешно и бронзовые медали команда Кронопол Зеленогура вместе с Гжегашем Валашиком ну вы помните он еще и бронзу на чемпионате Польши лично завоевал ну а в этом заезде победа Черстаховы 5-0 ни один из гонщиков Грудзянца до финиша не доехал вот таким образом соревнования наши подходят к концу вы видите турнирную таблицу унибаг сторун чемпион Лешно 2-й 3-й Зеленогура ну а мы с вами прощаемся встретимся вновь на спидвее всем пока так я унибага унибага